Диалог старшины Брестского областного совета депутатов Сергея Шмянцева с жихарами в области с допомогой промой линии проходить регулярно. Перевагу у проблемах граждан, которые они хотели бы выражать с допомогой депутатов в области, на этот раз займали питание и льготное аккредитование на будовинство жилья, выделение субсидий на оплату жильево-коммунальных послуг. С Белозерска звернулась шмандзетная семья, которая везде будовинство у нас на гадома, а ли отримать всю необходимую сумму на эти потребы по куль вельми складана. Я по поводу льготного аккредитования многодетных семей, у меня такой вот вопрос. Уже у меня заканчивается, идет срок льготного моего аккредитования, вот этих три года, но мы толком ничего построить не можем, так как нас толком даже не прокредитовали. Хорошо, Татьяна Александровна, я ваш вопрос понял, мы здесь запишем его, я сейчас вам не могу дать ответы, вот так вот сходу. Я прошу банком разобраться и вам дать им официальный ответ. Хорошо? Хорошо. А надежды вы не теряете. Как за все-таки шмак питаний было по доброупорядкованию территорий, поляпшении жильевых умов, выконании социальных стандартов, набитя лековых сроков для льготной категории насильства. Довольно незвыкло прогучала на этом фоне житловых проблем жихаров региона, зверот жихара с Берозы, який попросил не зачинять один в городе державный книжный магазин. У меня к вам такая просьба, спасти магазин книги в городе Береза. Единственный государственный магазин, в который приятно зайти и выбрать книгу, он просторный. Все книги на прилавках видны, и его хотят, вместо него хотят сделать аптеку. Магазин, может быть, он и хороший, и красивый, и так далее, и просторный. Но насколько он там окупаемый, мы тоже должны понимать эти вещи, да? Ну и третий, даже если же вдруг надо будет закрывать, если есть, а вот эти, да, конечно же, надо принять решение такое, что-то где-то сделать в какой-то, ну, в каком-то магазине такой доступный уголок, чтобы можно было покупать книгу, да? Довольно много проблем жихарами уснималось, а по доброупорядкование насильных пунктов и створение тому для комфортного проживания. Шмак питаний было по медицинским обслуговованию и его якости. У целом подобные размолы жихарами в области дозволяются больше полно уявить проблемы, которые существуют в местах, дать оценку работы мясовым органам улады. Когда смотришь по вопросам, да, ну, нельзя сказать, что там они, ну, не совсем обоснованные. Вы знаете, у каждого человека, когда говорит, что болит, это его боль. Это надо слышать людей, понимаете, и переносить их вопрос, ихнюю боль носили на себя. Я понимаю, это сложно, это не так-то просто, но если только тот так не делает, конечно же, ну, будет сложно, и ему не место в органах власти. Усими поступившими проблемными пытаниями на правую линию займутся специалисты областных служб и ведомств. Юрий Петров, Николай Ковалев, телерадио-компания «Брыст».